Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной блок новостей по The Isle of Rima. Ну а перед началом ролика, как обычно, хотелось бы поблагодарить всех донатеров нашего канала за вашу финансовую помощь. Спасибо, друзья! Еще хотелось бы выразить благодарность за некоторую предоставленную информацию подписчику Сильвестру Лебовски. Итак, начнем! На этой неделе разработчики WoW в Дискорде показали нам ролик с Бэйпиазавром, с так называемой анимацией подводной фиксации. Давайте посмотрим ролик, а потом разберем его. Как мы видим, то что Бэйпиазавр сможет спокойно и достаточно долго задерживаться под водой. Если внимательно присмотреться, то мы увидим, что Бэйпи сможет с помощью своих больших и острых когтей держаться за дно или камня, чтобы сопротивляться подводному течению. И в будущем будет введена новая механика щипания и поедания водорослей. Да, совершенно верно, мы знаем, что в реках и озерах Исласпира будут растительные биомы. Чтобы точно подтвердить эту информацию, на концепт-арте, да и в его описании на дорожной карте, этот Терезинозаврит будет питаться рыбой, лягушками и водорослями. Напомню немного о данном динозавре. Сам Бэйпи будет размером с Дриозавра, что в принципе сделает его опасным соперником для Траодона. Его укус, как и удар когтями, будут наносить хороший и смертельный Блит. Друзья, хочу напомнить вам перед следующим разбором, то что в нашем Дискорде теперь официально находится один из разработчиков Панч Пакет. Как и обещал, мы растем и выдвигаемся на следующий уровень. Так что у всех желающих есть шанс вступить в наш Дискорд и задать вас интересующий вопрос по The Isle of Rima. Только одна просьба, не спамьте ему сообщениями. Ссылки все в описании. Давайте взглянем на дорожную карту. Мы видим, что процесс обновления 5 и его закрытых тестов разработчиков полностью завершен. Да и в официальном Дискорде сегодня нам это сказали. Полностью завершены все механики гнездования каждого динозавра, который есть уже в игре. И команда на полпути завершения скажу больше обновления 5 и 5. Также на 80% завершены механики Траадона, который выйдет с обновлением 6 и 5. Ночной террор. Сейчас ты спросишь, когда же выйдут те самые закрытые стресс-тесты для контент-мейкеров и тестеров, которые успели подать заявки. Отвечу с уверенностью 80% на следующей неделе. Ждем ответа от Амарока. Ну а теперь приступим к самому сладкому и также значимому событию. В свете появился концепт-арт, как по мне, страшного и могучего динозавра, машины для убийства, спинозавра. Напомню, что спинозавр был ростом в 6 метров и достигал длины в 15 метров. Имел вес в 4 тонны. Мы уже видели небольшие ролики с ним. В лэгасе у спинозавра есть свои достаточно хорошие способности. Давать хороший блит противнику. Умение хорошо и быстро разворачиваться. Ну не сказал бы, что он достаточно быстро плавает. Но вот в Рима ему будет предоставлено больше возможностей для идеального выживания. Конечно будут и свои опасности. Как мы видим, что у спинозавра будут достаточно мощные передние лапы с острыми когтями. И здесь будут задействованы новые механики. Спинозавр сможет вцепляться в жертву и переворачивать ее, валить на землю и наносить смертельные укусы. В данном случае... Мы это видим в бою с анкилозавром. Еще одна способность спинозавра это раскапывание нор. В данном случае мы видим, как могучий спинозавр когтями разрушил нору Минме. Так что на будущее закапывайтесь глубже. Засады под водой в реках будут отличной стратегией для спинозавра. Так что опасаться теперь придется, придя на водопой не только дейнозухов. Но и дейнозухам теперь выжить будет непросто. Спинозавр будет отличным соперником для крокодилов. Теперь в будущем придется этим водным дейнозаврам делить водоемы Высла Спира. Возможно, что даже дейнозух потеряет свой статус опасного водного хищника. Но и у спинозавра, как мы видим, будет достойный противник. Отчетливо видно сражающегося спинозавра с дейнохейрусом. Еще одна из новых механик, которую мы увидим, это то, что спинозавр сможет поднимать трупы небольших динозавров, сравнимо его роста и веса, передними лапами и разрывать их пополам, поедая их плоть. Отсылка к обновлению крови. А на этом наш блок новостей подошел к концу. Если тебе понравилось, обязательно пальчик вверх, подписка на канал, жми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые новости по The Isle of Rima, а также новые ролики и стримы. Всем хорошего выживания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok